Привет всем на канале Notik! Сегодня мы с вами распакуем ноутбук Asus X415i. Ну и как всегда, это как бы анонс к большому обзору. Сегодня мы распакуем машинку, я заберу ее с собой, протестирую, а потом выйдет большой обзор. Этот ноутбук, скажем так, бюджетного уровня, ну, среднебюджетного. Он стоит примерно 51 тысячу рублей, да, теперь по нынешним временам это считается уже бюджетный ноутбук. Это 14-дюймовая машинка на базе процессора Intel Core i3. У него всего 8 гигабайт оперативной памяти, трудотельный накопитель на 256 гигабайт. Но вроде бы худо-бедно сносный дисплей, там Full HD разрешение, IPS ваттерца, 250 нит заявляют, но мы померяем. В общем, такой утилитарный небольшой ноутбук, который удобно носить с собой. Ну, естественно, играть в игры на нем не получится, но можно будет работать с таблицами, документами и всем остальным. Плюс здесь сразу есть Windows 11, то есть можно, достав из коробки, начать работать. Ну и давайте достанем его из коробки. Так, поехали. Коробочка небольшая, как и следовало ожидать. Сейчас мы отрежем и поглядим. Почему вообще я его взял на обзор? Вроде как я обычно беру какие-то дорогие и пафосные машинки. Но в этот раз захотелось посмотреть на что-то простенькое. И я давно не пользовался процессором Intel 4 i3, потому что брал опять-таки в основном дорогие машинки. И интересно посмотреть тот же самый i3, как он, например, справляется с премьером, можно ли на нем поиграть в World of Warcraft и тому подобные вещи. Как можно видеть, в коробочке не густ у нас всего есть. Маленькая зарядочка, сейчас про нее поговорим. Вынем все эти бумажки и уберем коробку. Кстати, если кто-то сильный колхозник, он может на этой коробочке прямо держать ноутбук, как такая импровизированная подставка. На коленке можно ставить, например. Зарядное устройство. Зарядное устройство здесь на 45 Вт. И что плохо, у него штекер круглый, то есть не Type-C. Вот я говорю, ну переходите уже все на Type-C, наконец. Ну зачем вот этот штекер? Ну, видимо, потому что ноутбук не очень дорогой, они вот так вот и делают. Теперь сам аппарат. Корпус у нас весь из пластика. Я могу сказать, что не сильно он собирает отпечатки пальцев. Ну-ка. Да нет, не сильно он собирает отпечатки пальцев. Корпус матовый. В руках ощущается, ну как вот на четверочку, я бы сказал. Вроде бы, прям серьезных каких-то претензий у меня нет. Он не сильно как-то где-то скрипит, нормально. Но на четверку, потому что он вот именно такой пластик-пластик. Чувствуется. Крышечку одной рукой открыть, кстати, нельзя, только и стрясти. Максимальный угол раскрытия. Клавиатурка здесь без подсветки, естественно. Кнопочки шершавые, я не очень люблю такие клавиатуры, но в общем-то печатать нормально. Она, кстати, хорошо закреплена. Ну и в остальном просто обычная клавиатурка. То же самое касается тачпэда. Он легко нажимается вот в уголках, но туго нажимается в центре. Ну, небольшой. Как бы окей. Sonic Master аудиосистема здесь. Но это у нас не ZenBook, не VivoBook, поэтому от звука я многого здесь не жду. Но надеюсь, хотя бы дисплей здесь будет нормальный, потому что здесь 14 дюймов, Full HD, IPS-матрица, да, 250 нит. Но я надеюсь, хотя бы там 70% с RGB он будет покрывать. Это уже будет хорошо. Но об этом мы поговорим в большом обзоре. Система охлаждения активная, один вентилятор. Причем вентилятор забирает воздух вот здесь, а выхлоп вот тут. Это интересно, мы его будем потом разбирать. Я подозреваю, я подозреваю, проверьте потом меня, что здесь система охлаждения следующим образом сделана. Здесь вентилятор, он забирает воздух. Он просто дует по такому коридорчику, который тут проложен полозьями, и просто выдувает. То есть он не теплотрубкой забирает тепло на радиатор, а он просто продувает вот эту систему. Чтобы она охлаждалась. Ну, это, по-моему, третьему и не надо много охлаждения. Поглядим. И поглядим, можно ли сюда добавить оперативной памяти. Портов есть две USB-шки, окей. Type-C, но это не Thunderbolt, это просто USB. HDMI и еще одна USB-шка. В общем-то ничего особенного, картридера нету. Ну, аудиоджек есть. Как я и сказал, обычный утилитарный ноут таскать с собой, с офисными документами работать. Ну что ж, я забираю его себе, будем тестировать. Ждите полноценного обзора на этот аппарат. Ну и до новых встреч и всем пока-пока.